Так, парни, вы думали, Дэн устал и все? Закончился наш сезон? На самом деле, просто я сейчас нахожусь в таком небольшом мини-отпуске, и до компьютера добраться мне просто крайне сложно. И вот я наконец-то, раз вы смотрите этот видос, я наконец-то до него добрался и сделал для вас небольшой такой ролик, потому как, ну просто, чтобы меня не забывали, чтобы я мельтешил в вашем эфире. Ребята, мы едем сейчас опять на стройку. Первый этаж надо, конечно же, закончить в этом году. Ну или хотя бы сделать его наполовинку, чтобы в следующем году было попроще. За эти 6 месяцев, которые он ведет, мы активно уже канал, ну как активно, ну я считаю активно, вы мне нереально помогли своими советами. Я просто очень благодарен вам и хочу сказать, что, наверное, я все-таки счастливый блогер, потому что у меня есть мои зрители и моя команда, моя банда. Ребята, я очень рад, что вы со мной и комментируете, и комментируете очень такие правильные, нужные, необходимые советы. Действительно, то есть не бывает такого, что вот просто какой-то шлак или там хейт. То есть нормальные, хорошие, адекватные вещи, которые мне уже не раз помогли и помогли нашим зрителям. Мы помогаем друг другу. Спасибо вам большое. Друзья, теперь давайте, наверное, посмотрим все-таки наш видосик. Вперед! Работа на штукатурке обычно проходит в три этапа. Первый этап – это у нас была подготовка стены и протяжка электрики. Этим мы занимались с вами в прошлом видео. Немножко напомню вам парой кадров оттуда. Сегодня у нас с вами новая задача. Будем устанавливать штукатурные маяки и готовиться к штукатурке стен. Итак, друзья, шел третий день моего замечательного отпуска. Я отдыхал как мог, я не знал, чем себя развлечь. Что можно сделать в отпуск такого интересного, кроме как отдыхать? Отдыхать. Верно. И я знаю, как я знаю толк в отдыхе. Все, хорош, это шутки. Ребят, мы с вами пару дней назад... Блин, эхо такое дурацкое, да? Чтобы его убрать. Давайте я буду говорить вот здесь. С вами пару дней назад мы закрыли все наши стены клеем и сеткой. И теперь наша задача осталась поставить маяки и начать штукатурные работы. Есть, по сути, всего два варианта, как ставить маяк на стену. Первый вариант – это вот такая стена, где вы ставите лазер вот сюда, отстреливаете ровненько луч и по нему вкручиваете саморезы. В этом доме у меня из 15 плоскостей, которые я сегодня буду с вами делать, 10 именно вот таких простых, легких. Я их прям за 5 минут все отстреляю. И 5 остается вот таких. То есть там, где нельзя поставить лазер сбоку и отстрелять всю плоскость. Там, где приходится идти другим путем. Сначала я ставлю лазер сюда, отстреливаю одну плоскость, скручиваю саморезы, потом я переставляю лазер сюда, вторую саморезы, натягиваю шнурки и остальные протягиваю уже по шнуровочке. Это вот второй вариант, и он тоже, в принципе, как бы рабочий. Других вариантов я даже и не делал. Это самые оптимальные, самые рабочие и самые такие простые. Еще мне предлагали по струне растворные маяки. Но растворный маяк, он нужен профессионалам, потому что в неумелых руках растворный маяк еще так легко не установишь. Установить, ладно, у вас получится, но когда вы будете уже снимать раствор, то вы его быстро сотрете, и у вас все равно будет погрешность. А струнный маяк, он, конечно, прогибается. Там тоже нужны умелые руки. Поэтому вот этот самый оптимальный, вот тут по ссылочке предыдущие видосы, я в них показывал, как можно эти штукатурные маяки сохранить, сами металлические вот эти профиля, потому что они стоят недешево, каждый профиль 22 рубля, а на всю комнату, когда это наберется, у вас получается уже нормальная такая сумма. Их очень легко сохранять. Они вам еще пригодятся не раз. Так, ребята, мне привезли песок, пойдемте. Второй этаж у нас ушло 15 тонн песка. Здесь примерно, наверное, то же самое. Песочка надо просто много, надо его много-много-много. Встречаем машинку. Так, Поль, вы без обеда, может перекусить? Перекусить? Вы без обеда? Ну, пойдемте. Я без обеда. Первым делом мы начинаем с раствора. Друзья, я использую простой клей для пеноблока. Делаю замес, туда добавляю немножко песка, если это жидко, и потом, в самом конце, когда я буду уже наносить на места крепления маяков, я добавлю туда немного алебастра. На черпах вот такого раствора я добавлю там такое количество алебастра, просто сыпану и все. Смесь тут надо будет нанести в течение там трех минут, потому что дальше она замерзнет. Ну ладно, поехали. Производитель клея говорит о том, что нужно обязательно, после того, как вы это все миксернули, подождать пять минут и еще замиксерить. Я раньше считал, что это не особо важно, но на самом деле понял, что это необходимое условие, и соблюдайте его. Те, кто делает вот по такой технологии. Я считаю обязательным условием хорошей адгезии раствора к стене – это грунтовка. Поэтому не стесняйтесь использовать грунтовку во всех возможных этапах работы над стеной. Даже для фиксации маяков я прогрунтовываю места и соприкосновения. Устанавливать маяки, конечно, дело не очень быстрое, монотонное, но я бы не сказал, что оно тягомотное. На самом деле процесс этот очень даже интересный. Ну, круто же, реально классно. Я в каждом видео, по-моему, говорю, ну круто же, ну классно. То, что сейчас происходит, это то самое детище, которое я растил в своей голове, а сейчас я его возжи-хачи вот прямо вот здесь это все и делаю. И я думаю, что вам тоже это интересно. Ну, может и не интересно, но мне реально интересно, что может произойти вот с этим всем спустя там неделю-две, понимаете. Бастер сохнет, я должен его намазать, но я хочу сказать самый главный момент, чем я себя успокаиваю. Вроде объемы работы еще капитально, глобальные. Это просто, ну, огромное количество работы еще нужно сделать. И если посмотреть на это все вот прямо вот так объемно, то могут руки опуститься. Но когда ты думаешь, что каждый вкрученный саморез, каждая установленная новая планка, каждый протянутый провод, это то, что я уже сделал, и это повторять не придется. И это успокаивает, это радует. То есть, по сути, я, по сути, оно и вырисовывается. Вот в чем суть-то моя, понимаете. Я же не просто фигню какую-то вам сейчас говорил. У меня же мысль была. Смотрите, я сейчас буду протягивать дальше. Вот, я делаю такой вкусный раствор, добавляю туда капельку алебастра, и раствор быстро схватывается. Это очень хорошо. Все происходит достаточно просто. Мы вкручиваем саморезы по одной плоскости, и наша задача просто приложить маяк ко всем шляпкам наших саморезов. А раствор будет являться креплением для маяка. Мы накидываем раствор на стену с расстоянием приблизительно 30-40 см. Прикладываем наш маяк ко всем шляпкам вкрученных саморезов. А теперь мы все это запечатываем раствором. Лучше всего использовать для этой работы шпатель. Чем меньше шпатель, тем вам будет проще. Для того, чтобы добиться максимально идеальной толщины стены, все закладывается в самом начале, на этапе установки саморезов. Если где-то вы ошибетесь, хотя бы на миллиметр, стена будет либо выпирать, либо будет немножко впалой. Теперь мы берем с вами правило трехметровое. И вот так вот, смотрите, вот так хоп, за низ, и вот так вот, за верх. И просто ровняем. Смотри сюда, сюда иди, иди сюда. Смотри, смотри. Видишь, как круто. Даже нет просвета никакого. Это значит, я сделал все правильно. А вот здесь, если посмотреть, видно как раз, как саморез держит этот маячок, прижимает. И вот так у нас ровнячково все получается. Ребят, я же не могу с вами не посоветоваться. У меня есть один вопросик. Вот смотрите. От потолка до пола у меня здесь 3,10 примерно. Я буду, конечно, часть потолка забирать, часть пола. Хотя, в принципе, я уже ответил на свой вопрос. Я к тому, что что мне делать с остальной частью? Доштукатуривать от пола до потолка или эти места оставлять? По мне, так я, наверное, там дорастить и сделать все в идеалочку. А потом уже там по факту как получится. Но сделать все стены прямо от и до. Мне кажется, так будет правильно. Хотя, если рационально подойти к этому вопросу, то, скорее всего, я снизу могу оставить 10 сантиметров, потому что пол вырастет. И с потолка могу смело 10 сантиметров оставлять, потому что потолок опустится. По секрету, я хочу здесь в парящие потолки сделать. Это такая штука, когда у вас идет светодиодная лента по всему периодитру. Это прикольно смотрится. Набираем 5-6 лопаточек клея и добавляем немножечко алебастра для того, чтобы раствор быстрее схватился. Такой раствор очень удобно носить на стены. Маяк клеится быстро и схватывается крепко. Начинаю всегда сверху, чтобы, если вдруг отпадет клочок раствора, он не сбил все остальные ляпки. Прикладываем маяк строго ко всем шляпкам наших установленных саморезов. И, конечно же, ровняем все правилом. Без правила, друзья, не видать вам успеха. Скажу честно, я немножечко устал. Самый лучший отдых – это смена деятельности. А где еще можно так хорошо отдохнуть, как не на пасеке? Поэтому мой душевный отдых и плюс полезная для вас информация, я думаю, это самый лучший тандем. Смотрите. Я, между прочим, в нашем регионе сейчас 3 часа ночи. И я занимаюсь качкой. Почему бы нет? Объясню небольшой секрет. Августовская пчела, она такая прям, ну, лютая девчонка. И она не дает качать днем, потому что она налетает прям всей вот этой своей кавказской толпой. Она хоть у меня среднерусская, я их называю кавказцы. Есть такие улья, к которым подходишь и прям знаешь, что вот эти ребята тебе накидают. К ним подходишь, говоришь, ребятки, ну, пожалуйста, дайте мне там пару магазинчиков взять с вас. Нифига! Прям накидывают за здрасте. А вечерком они вот сейчас такие уже добренькие, хорошие. Вот они, красавчики, смотрите, какие на лампочку лезут. И качаем мы ночью, потому что днем вы бы здесь видели, тут был просто нереальный пчелопати. И мы дождались ночи, вот сейчас они их и стало поменьше, большая часть улетела домой, а какая-то еще вон сваливается на меня. Что мне очень приятно, что среди вас очень много появилось моих новых медовых клиентов, людей, которые покупают у меня мед. Это просто прикольно. Вот, недавно совсем заехал товарищ с Барнаула на Валтайск, по-моему. Вот, заехал, взял у меня две бочки меда, и я думаю, ну, может просто клиент, может сайт увидел жарковский-мед.рф прям по-русски. Ну, это рекламка. Вот, я думаю, может сайт увидел и, короче, на него зашел, ну и решил взять оптом. Нифига. Оказывается, наш подписчик, который смотрит канал. И это мне очень приятно, что вы стали еще интересоваться продукцией, которую выпускают мои интересные от этих красавиц и пчелки. Так, ну, тут много пафоса, по-моему, да? Я вам покажу теперь, что я ночью делаю здесь с пчелками. Смотрите. Делаю с пчелками. Мы берем вот так, друзья, рамочку. Вот такую красивенькую рамочку. Там внутри готовый августовский крестоцветный медок. Вот, и начинаем вот так расчесочкой. То есть, для кого интересно, что такое забрус, я объясню, ребят. Вот эти крышечки имеют гомеопатические свойства. Пчелки ими запаковывают медок, и он, типа, как консервант, хранится на долгие времена для них. Ну, это для них. А для нас он интересен тем, что вот именно вот этот забрус можно жевать, как жвачки. Вот у меня дети просто обожают его. Я даже не представлял, что дети будут так любить мед. Я обычно работаю в перчатках, но так как у меня затроллили некоторые подписчики, что типа, а, ты боишься пчел, работаешь в перчатках. На самом деле, я считаю, что в перчатках работать правильнее, так как мы работаем с продуктом. Но для вас сегодня специально я их снял. Вон у него там лежат мои рыженькие перчи. И работаю без них. Ну, как я уже говорил, что если запечатана вся рамка целиком, то, скорее всего, пчеловод немножко накосипорил, потому что приехал не вовремя. Если она началась уже печататься, то надо приезжать и мед собирать. Вот влажность меда, что запечатанного, что только начали печатать, уже примерно одинаково, где-то в районе там 17-18%, если по рефрактометру смотреть. Но это уже слишком замороченная тема, и для вас это не надо. А, кстати, ребят, еще многие говорят, белый мед, это же правильнее. Я в сотый раз объясню вам один простой ответ, на который вы просто сразу все поймете. Ребят, возьмите 7 цветов радуги. Это красная, оранжная. Ну, вы знаете, вся цветовая наша палитра. И смешайте их в одну кучу. Какой цвет вы получите? Вот именно вот такой, ребят. А почему? Потому что, когда смешивается много цветов, получается темный цвет. Именно темный мед, это значит показатель того, что здесь разнотравия. Большое количество разных цветов. Когда у вас светлый мед, это монофлорный мед. То есть этот мед, собранный с одного цвета, с двух цветов максимум. А если он собирается уже там с 15-16, то только темный. По-другому никак. Так, ну а мы возвращаемся на строечку. Поехали. Друзьяшки мои, я что подумал-то, и сейчас прям просто нахожусь в кататоническом ступоре. У нас осень. На дворе начало сентября. Скоро. Уже. А у нас не запечатаны отверстия. У нас нет отмостки. И у нас стены. Ну стены, ладно, стены мы сейчас это все решим. Это не проблема. Это мы успеем до октября. Еще вдове будет тепло, и все это высохнет. А вот насчет воды, просто сегодня за окном дождь. И он так прям хорошо льет. И я не хочу повторять эту проблему с 10-сантиметровым слоем воды в подвале. Если не успею отмостку, то надо хотя бы запечатать отверстие. Я очень прошу посоветовать мне какие-то варианты, какими я могу зачеканить. То есть, что это? Просто цемент или какие-то... Я сейчас буду тоже, в свою очередь, искать варики. Но если вам не сложно, если вы уже кто-то сталкивались с этим, напишите, пожалуйста, свои комментарии, свои мысли. Те, которые вы уже писали, я все учел, изучаю, но думаю, думаю. Были вопросы с шнурами запихать туда шнуры, были варианты и пенетроны, но это космос стоит. И предлагали забудронить это все дело, и высверлить еще дополнительные отверстия, и это просто бетоном замазать. Я, короче, выберу самое оптимальное из этого всего, но, пожалуйста, посоветуйте что-то, потому что эту работу я буду выполнять буквально вот следующие, может быть, недели, может быть, две недели, и уже буду этим заниматься, потому что это опасно. Четвертый год заливать фундамент, тем более в этом году я туда хочу сложить всякие остатки имитации бруса, какие-то там ветровые у меня там планки, у меня есть пленки некоторые, которые... То есть, все хотелось бы в подвале, ну, в хлам, но если он промокнет, это будет жалко. Поэтому пишите в комментариях. Так, я продолжаю. Я считаю, самым главным правилом установки маяков это аккуратность. Следите за каждым вкрученным саморезом, так как потом исправить погрешность стены будет очень сложно. В следующей серии мы закончим с вами штукатурная работа на первом этаже и приступим к гидрозащите нашего сооружения. Я хочу сказать вам, что баня просто божественная. Мы такие молодцы с вами, что мы ее построили. Ребята, как же классно на стройке после трудового дня вот так попариться, погреться, короче. Хочу выразить огромную благодарность вам за то, что посмотрели видосик, оценили, написали свои комментарии. Ну, а мне надо немножко отдохнуть. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok